Всем привет! Девчонки, сегодня у нас будет с вами обзор на товары магазина MaraFet. Повторюсь еще раз, что это аналог магазина Parfum Leader. И сейчас я стала замечать, что большинство, можно сказать, практически весь товар такой же можно приобрести в магнит косметик. Тут целый пакет еще у меня. Давайте с вами посмотрим. Так, буду по порядку все блистковать. Шуршу этим пакетом. Первое, это у нас вот такой гель для стирки, для черных тканей. Я уже такой гель брала, мне он понравился, он приятно пахнет, подходит для любых типов ткани. Стирка для ручная и машинная стирка можно использовать. И от 30 до 60 градусов, то есть он дает свое действие. Ну, здесь, как обычно, на всех таких вещах, можно сказать, пишут, как правильно использовать. Инструкции и так далее. Так, это вот у нас гель для черных тканей. Так, ну, название Велор. И еще такой, ой, такой же Велор для цветных тканей. Тоже гель для стирки. Но я в чистом виде его не добавляю, чисто вот одним гелем стирать. Я добавляю порошок и этот гель. Порошок я засыпаю в барабан, гель заливаю в емкость для порошка. Так как я стала наблюдать, что порошок большинство почему-то, я не знаю, почему, комковаться стал. И не растворяется. Поэтому я засыпаю порошок в барабан, а это я заливаю в контейнер для, ну, куда нужно засыпать порошок в машинке. Тоже он подходит у нас для ручной машины стирки, также от 30 до 60 градусов, для всех тканей подходит. Запах приятный, на вид, по консистенции, вернее, не на вид. Он такой не жидкий, не густой, но тут нормально, хорошая консистенция. Так, тоже, это уже не первый раз я покупаю. Так, и в объеме, девчонки, я не сказала. В объеме это у нас 1 литр. Стоит он, по-моему, там 100 с копейками рублей. Ну, в пределах 100 рублей, округлим. И хватает ни на одно, ни на два количество стирок. В принципе, своих денег стоит на май. Так, следующее, это вот такой вот концентрированный у нас, вы представляете, я забыла слово. Кондиционер, концентрированный кондиционер для белья. Ой, кошмар какой. Бутылка 1820 миллилитров. Ну, здесь я уже им пользуюсь. Боже, что со мной сегодня? Я уже им пользуюсь. Ну, у меня уже немножко осталось. Запах очень приятный, мне очень понравился. Он такой ненавязчивый, тонкий, такой нежный запах, едва уловимый. Но мне нравится. Концентрированный, как здесь написано, на 60 стирок. Запах белый пион и масло хлопка. Ароматерапия. Ну, мне понравился, да, действительно, хороший кондиционер, приятный запах. Я не люблю, когда сильно отдает аж в нос этими запахами кондиционеров от белья. Так, вернель. Следующее. Это вот такой вот спрей для освежителей воздуха. У меня свежитель воздуха, в него подходят любые спреи. Любые, какие я не возьму. Будь то Глейд, будь то Эрвик, будь то вот эта вот симфония. У меня подходит. А у моей подруги, у нее нет. У нее, вот конкретно она купила Глейд, у нее подходит только Глейд. Эрвик у нее уже не подходит. Ну, мне повезло. Запах приятный. Лавандой грейпфрут. Мне очень нравится запах. Такой ненавязчивый, легкий цветочный запах. Приятный, сладковатый. Ну, хороший. Такой освежитель воздуха. Да, кстати, здесь еще нейтрализуют неприятные запахи до 60 дней. То есть, 2 месяца. Ну, у меня, по-моему, я ставлю на 3, по-моему, раз в полчаса у меня пшикает. Мне хватило больше, чем на 2 месяца. Ну, то есть, это зависит тоже от того, какой период вы поставите распрыскивание освежителя. Так, и давайте сейчас тут покажу. То, что и меня, не касается. И будем потом уже мои покупки конкретно рассматривать. Взяла попробовать мужу вот такую гель для бритья. Арка. Здесь у нас утверждают, что это гель для бритья защиты от раздражения. Еще мы ее не пробовали. Она, может, еще ее не попробовала. Она еще запакована новая. Ну, вот такой вот у нее здесь дозатор. Ну, как бы арка, в принципе, неплохая пена. Ну, вот взяли какую-то новиночку. Ну, по крайней мере, я не видела такой. У нас не было такой. Взяли попробовать. Потому что у нее постоянно раздражения какие-то. Взяли попробовать какое-то действие. Так, да, тут пишут, что смягчает щетину. Что после его использования щетина не будет так колоть. Не будет раздражений никаких. Ну, проверим. Так, объем у нас здесь, объем 200 миллилитров. И тоже взяли попробовать вот такой бальзам после бритья. Свобода. Здесь тоже написано, что содержит витамины Е, Ф, провитамин В5. Подходит для чувствительной кожи. Посмотрим. Ну, вот муж у меня уже залез, попробовал. Ну, не успела я вперед его вам показать. Вчера он попробовал. Ну, не знаю, пока вроде кожа мягкая. Пока ничего еще не говорит. Пока молчит. Ну, здесь то же самое, что на упаковке написано. Вот такой здесь дозатор. То есть, вот вы нажали. Вот у вас открылся клапан. Давайте немножко давану, посмотрим консистенцию. Потому что... Ой. Да, она такая гелеобразная. Такая полупрозрачная. Смотрите, она тает на руке. Вот побежала. Прямо моментально тает на руке. Сейчас понюхаем запах. Смотрите. Все, она тает. И... Запах приятный такой. Обычный, легкий, свежий запах. Смотрите. Она расползается как. Что это? Так и должно быть. Ну, она все. Она вот растаяла. И как обычная водичка. Ну, запах, да. Такой приятный, легкий, ненавязчивый, свеженький запах. Ну, посмотрим. Здесь тоже написано, что после его использования щетинки становится мягче. Нет раздражения. Ну, и бла-бла-бла. Ну, как обычно, все пишут. Ну, проверим. Так. Ну, и теперь то, что я взяла непосредственно для себя. Опять же, я повторила свою покупку. Я не знаю почему, но мне очень нравится эта пенка-коктейль. Для меня она подходит идеально. Вот именно вот эта. Вот я брала еще огурец. И огурец с чем-то тоже была пенка. Она увлажняющая. Ну, как бы мне она нравится, но не то, как бы. Вот этот и запах. И сам эффект. Мне вот этот очень нравится. Та пенка тоже. Она отлично все смывает. Как бы и увлажняет хорошо. Ну, мне больше вот эта нравится. Манго-дикие ягоды. Anti-Age омолаживающая пенка. Классная. Не устану вам повторять, что вот эта фирма Маграф мне очень понравилась. И вот эту пенку я прям рекомендую вам. Она стоит 69 рублей. Объем у нее 250 миллилитров. Так, взяла вот такую маску. Я в прошлый раз брала маску увлажняющую для волос. Розовенькая она была. Ну, так странно. На той маске вот они идентичны, одинаковые. Единственное, вот здесь там розовым было, здесь голубым. Здесь восстанавливающая, там увлажняющая. И здесь то же самое. Просто цвет другой. Все абсолютно одинаково написано. Здесь на той маске в прошлой распаковке с Марафета было у нас написано фирма Маграф. А здесь уже клуб Health and Beauty. Ну, наверное, что-то у них там произошло. Наверное, как-то объединение какое-то или что. Не знаю. Маска для волос восстанавливающая с маслом черного тмина для окрашенных, милированных волос. Честно скажу, я уже ее попробовала. Мне она понравилась. Волос мягкий. Волос легко расчесывается. В применении вообще очень проста. Не надо ее держать там 20-30 минут. Ну, буквально там 5-10 минут подержали, сняли. Здесь вообще написано, по-моему, 2-3 минуты. Да, 3-5 минут. Ой. Запах. Такой приятный запах, консистенция. Вот такая же, я не знаю, гелеобразная какая-то. Перламутровая. Масочка, которую мы брали увлажняющую, она была, как бы, знаете, с крупинками, как молочной сыворотки, что ли. Какие-то были крупинки. Здесь нет никаких крупинок. Здесь она просто перламутровая. И такая вот гелеобразная. Но маска мне понравилась. И, как бы, расход небольшой, она легко наносится на волосы, легко распределяется, легко смывается, что важно. Нет такого жирного. Знаете, иной раз возьмешь маску, моешь, моешь, два ведра воды, вылезешь на голову, и один фиг, волосы какие-то как жирные. Невозможно смыть. Мне нравится, что они очень легко смываются, эти масочки. Они очень легкие и по эффекту мне нравятся. Так, ну и самое интересное. Я взяла на пробу вот такие вот масочки для носа. Честно вам скажу, что одну маску, ой, сейчас, минуточку, достану. Не одну, даже две масочки я уже попробовала. Одна у меня вот не закончилась. Ну, давайте с целых начнем, а потом остальные расскажу. Так, я взяла вот такую вот маску Estellari. Корейская. Я знаю, что корейский уход для лица очень хороший. Маски очень у них отменные, ну, как бы эффективные. Ну, по фирмам не знаю, все они все, но по крайней мере, Estellari хорошая фирма и дает хороший эффект. Ампульная маска для лица, глубокое очищение и детоксикация. Маска, значит, здесь прописано, что ее можно применять. Да, она тканевая, пропитана сывороткой здесь внутри. Можно применять курсом, как салонные процедуры для домашнего применения. Смотрите, курс, если применяем курсом, он рассчитан на 5 дней. И на каждый день должна быть отдельно масочка с отдельным эффектом. То есть, вот это вот первая ступень, вот они здесь градации ступеней, это первая ступень, это вот именно глубокое очищение и детоксикация. Ну, не было других, я хотела бы взять все 5, попробовать других, не было. Я взяла вот эту вот попробовать. Значит, что нам здесь обещают? Так, с бамбуковым углем, гиалуроновой кислотой. Из 9 натуральных экстрактов комплекс обеспечивает интенсивное очищение кожи лица. Бамбуковый уголь нормализует работу сальных желез. Да, даже пишет, что прям в глубоких слоях кожи уменьшает воспаление реакции в коже, защищает клетки от внешних факторов, стимулирует выработку церамидов, выводит токсины, заменяя их необходимыми кожей микроэлементами, действует как концентрат сияния, благодаря чему кожа выглядит более ровно и гладко приобретает фарфоровое свечение. Эту маску можно использовать как самостоятельно, так и в программе 5 дней. Ну, то есть, здесь уже по вашему желанию. Ну, вот я взяла одну, думаю, попробовать. Если появится, я хочу взять ее 5 и попробовать, как именно курсом пройти. Вот такая вот масочка. Следующая маска. Это фирма Нинель, испанская фирма, Мезо Систем. Это маска для век. Уменьшает морщины вокруг глаз, делает кожу свежесияющую, борется со старением. Термальная вода, плацента, эластин, экстракт алоэ вера, ромашка, экстракт огурца, листьев, гинго, зеленый... О, где я взяла слово зеленая? Трава и дельвейс. На основе термальной воды. Значит, маска эта сделана по инновационной технологии, как пишет нам производитель. Маска в форме маски Зеро. Зора, как правильно? Зора, да. Форма Зора. Ну, еще я тоже ее не пробовала. Будем пробовать о результатах потом. Я вам дополнительно скажу. Масочка, вот такая тоже маска для век. Так, гиалуроновая кислота, она тоже была с гиалуроном. И была маска с коллагеном, по-моему, да. Она двухэтапная, то есть здесь у нас идет гиалуроновый крем, а здесь у нас идет сама маска. Ну, я так понимаю, это типа патчей, что-то, как вот тут нарисована картинка, накладываем на веки и ждем. Потом снимаем, наверное, нужно будет, так, сейчас скажем, что нужно будет применением. Снять, да, умыть лицо водой, а затем нанести крем. И применять нужно, написано, курсом. 12 дней, затем 1-2 маски в неделю. Ну, хотя бы попробовать. Тут прямо пишут, что гиалуроновая кислота, профессиональная маска для глаз, увлажняющая с ярко-выраженным эффектом, разглаживающие морщины. Попробуем, будет ли он разглаживать морщины, если он ярко-выраженный, то с первого раза что-то все равно, да, получится. Какой будет эффект. Так, следующее. Такая интересная масочка. Ну, я думаю, по виду вы сразу поняли, что это за маска. Маска с изображением тигра. Сделай селфи, да, ну что только не придумают рекламу, да, какую. Эта маска, по-моему, я читала, по-моему, это... Так, производитель, производитель, по-моему, это должна быть... Так, сейчас я вам скажу. Да, это, да, 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 китайская маска. Ну, она тканевая. Это обычная увлажняющая маска. Улучшает цвет лица, увлажняет кожу. Рисунок маски нанесен только... Рисунок тигра нанесен только на одну сторону маски. Поэтому никакой аллергии она у вас... Ну, исключая, естественно, компоненты, содержащиеся в этом лосьоне, в котором пропитана сама маска, сам рисунок у вас аллергии не вызовет. Тоже, ну, интересненько попробуем. Если получится, я вам покажу себя в маске тигра. И вот это вот фирмаска Нлай. Две маски я взяла. Первая маска – это О2 Баббл маск. Черная пузырьковая маска, вулканический пепел. Девочки, я скажу, это классная маска. Это такая бомба вообще. Крутая маска. Она сама по себе черная. Тканевая маска находится здесь, в сыворотке. Мы ее открываем, достаем. Маска, ну, прозрачная, обычная сыворотка. Маска плотная такая, черная ткань. Пока вы ее наносите на лицо, она у вас превращается в белую пенку. И на лице у вас стопена растет и растет. То есть, да, реально, вы вот так вот сидите в этой пене, и вы прямо ощущаете вот этот микромассаж, вот этими пузырьками на лице. То есть, они лопаются, они там начинают вспениваться. Вы реально это ощущаете. После нее настолько гладкая, настолько красивая кожа. Мне так понравилась эта масочка. Я обязательно еще ее возьму. Мне она очень понравилась. Глубоко очищает поры, выравнивает тон кожи. Детокс с вулканическим пеплом. Это корейская, по-моему, да? Сейчас я посмотрю. Да, это корейская масочка. И еще одна маска этой же фирмы, тоже Сканлайт, тоже Корея. Я взяла коллагеновую моделирующую маску. Ой, убейте меня, что я говорю? Моделирующую альгинатную маску с коллагеном. Вот как. Значит, в комплект этой маски входит маска 50 грамм, бустер 4 грамма и лопаточка 1 штучка. То есть, нам нужно будет это все смешать. Насколько я знаю, альгинатные маски, они очень быстро застывают. Поэтому это все нужно будет сделать быстро в какой-то пластиковой там, какой-то емкости, ну, в которой вы делаете масочки там или еще что-то. Быстренько нанести на лицо толстым слоем. Нужно подождать. Нанести на лицо, на зону скул снизу. Ну, на шею можно, но я думаю, просто неудобно потом будет снимать. Можно попробовать. Оставляем на 15 минут, на 15-20 до полного застывания. И затем одним пластом снимаем эту масочку. Слой 2-3 миллиметра делаем. Здесь все, девчонки, здесь все-все-все подробно прописано. Как, что, зачем, что, с чем смешать, как нанести, чем нанести и так далее. Альгинатные маски сами по себе, они очень хорошие, дают хороший результат. Но так как я попробовала вот эту, мне она очень понравилась по эффекту, я решила, что вот эта маска мне тоже должна очень понравиться. Маска разработана для кожи увядающей, с признаками старения. Способствует увлажнению, питанию, восстановлению кожи, укрепляет, повышает упругость, препятствует увяданию, моделирует овал лица, разглаживает морщинки, уменьшает поры, повышает тонность, эластичность кожи, восполняет запасы коллагенов в коже. Кожа подтягивается, становится упругой, мелкие морщинки разглаживаются. Ну, девчонки, я думаю, вы тоже все понимаете, что за одно применение, естественно, мы не добьемся эффекта такого, какого мы хотели. Естественно, будет какой-то эффект, кожа будет там напитанная, да, гладкая, красивая, но, чтобы был какой-то эффект, нужно, естественно, применять нам курсом. Тогда только мы можем говорить о каких-то уже 100% результатах, дает нам это результат, либо нет. Ну, будем пробовать. И последняя масочка, я тоже вот ей уже пользуюсь, я ее взяла в первую очередь, потому что я думаю, ну, она самая простая, это русская-российская маска, фитокосметик, народные рецепты, маска для лица, ну, взяла я для зрелой кожи, ну, решила я попробовать, меня вот прям приманил вот это вот, вот это название на черной икре. Омолаживающая маска с протеинной пшеницей и миндальным маслом. Маска сама по себе, по консистенции, она такая гелевая, по цвету она напоминает, знаете, какой-то болотный такой серо-зеленый цвет, сейчас я тут доберусь, нацеплю на ноготок, вот такой вот цвет, она такая гелеобразная, наносится, наносите на лицо и ходите такие зеленые фионы. Маску оставляете, можете там вечером, да, очистили свое личико, нанесли эту масочку, и можете ходить до того момента, пока спать не ложитесь. Затем ее аккуратно смываете, и все, увлажняет кожу хорошо. Ну, естественно, я не увидела, что там какие-то мелкие морщинки убирают, что-то еще убирает, но увлажнение дает коже хорошее, мне понравилось. Кожа такая, она прямо, знаете, как бы светлее, что ли, становится, и она такая мягкая, прямо, ну, нежненькая, такая вот, приятная становится. В принципе, все масочки благотворно влияют, хотя бы на увлажнение кожи. Сейчас лето, увлажнение кожи нам просто необходимо. Ну, и вот это вот все наши с вами вот эти покупочки, бьюти-покупочки, покупочки, покупочки для нашего, как я называю, хозяйства. На сегодня это все, будем с вами прощаться. Всем пока-пока, увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны.